Всем привет! Здравствуйте! Погода замечательная, прекрасная сегодня погода. Ветерочек немножечко, но на улице тепло. Хочу начать свое видео вот с такой красоты. Смотрите, вот ирисы. Все-таки вот мы жили в Бурятии на Дальнем Востоке. У нас нету там таких богатых и шикарных ирисов. Смотрите, какие красивые, высокие, красивые. Ой, какие вообще прям... Иван потихонечку сворачивает в этот раз свою уже откачку меда. Откачивает он вот в таком... Раньше всегда откачивал в боксе, там, ну, жарко очень, невыносимо. И сейчас мы придумали, под навесом ставим такой шатер. Мы, кстати, такой шатер заказали даже для детей. Диванчик им туда поставим, малыши спать в нем будут ночами. Такой это личный Ивана с пасеки шатер. Ставим такой шатер. Ну, этот он брал шатер для того, чтобы прям на пасеке там откачивать. Потому что не всегда есть возможность приезжать домой. А мы еще берем один. Заказали уже на Валбарис мы их покупали. Конечно, конструкция такая хлипкая. Этого шатра, ну, более-менее нормальная. В этом году Иван поменял себе, как она называется, медогонку. У него была ручная, теперь у него такая вся нафокстроченная, вся электрическая. То есть вся сообщает, сама качает. Раньше он все делал вручную. Там его, он там и от пчелок закрывается, и все там хорошо. Все чистенько у него там, ничего лишнего не стоит. То есть раз и убрал все. Ну и удобно в таком шатре. На пасеке тоже. То есть, допустим, стоит на том же акации, где-нибудь в другом городе. И раз, натянул. И занимается откачкой меда. День дома не была, как будто бы сто лет не была. Летом, когда погода теплая, все меняется даже день. Даже трава вырастает быстрее. Вчера были вот именно вот такие. Это у меня бордовая такая красивая роза. Я ее покупала. Все, она уже скоро, уже бутоны напухли. В Краснодаре вчера уже такие розы цвели. Пчелки начали заново работать. Иван их разрядил. И они заново начинают... Так, меня не кусать. Попробуйте только укусить. Я вам дам. Работают. Целая жизнь идет. Что-то доделаю. Вообще целая жизнь. Сейчас удобно. Вот такие Иван в этом году, первый год, купил вот такие пластиковые, пластмассовые закрывашки. Закрывают их неулетки. Вылитые эти их не... А раньше мы затыкали тряпочками все это. А в этом году прям комфортно. Даже груши подросли, пока меня не было. Так. Девочки ждут, что я их выпущу. Но у нас тут уже несколько дней. Здесь живет уточка. Мы ее... На, на, ничего не пойму. А что у нас уже черешня? О, даже и видеть не вижу. Ранее, что ли, это белое, которое, что ли? Ваня, а у нас тут спелая черешня уже, что ли? Она уже отходит. Ранее черешня-то уже отходит. А я ее на полу только увидала. Угу. Что, моя черешня? Ну, я же тебя никогда не обижаю. Что ты? А вы что в очереди стоите все? А? Ха-ха, девчонки. Свою траву всю съели. В очередной раз на Валборис мы выкупили чудо-средство, чудо-очиститель Брендфри. Вот такие штаны. Иван в них ремонтировал машину. И эти штанишки были уже после стирки. Ну, не знаю, мне кажется, я не смогу добыть их, правда. Но провожу эксперимент. Замачиваю их. Оставлю на ночь. Также следующие футболки. Вот эта футболка, ее бы, конечно, вообще выбросить. Но носочки, пятна на белых футболках. То есть это все есть. Никуда от этого не денешься. Они уже вот эти белые футболки стиранные. Да, вообще с лягушонком смешная. Ну, будем смотреть, что из этого получится. Вода 90 градусов, не меньше 90 градусов. Очень важное условие, чтобы был кипяток. Иначе тогда не получится эффекта. Это полотенцы. Их много. У нас дети порой даже столы ими вытирают. Они просто вот такие застиранные становятся. И я надеюсь, что чудо-средство, оно приведет мне их в порядок. Уже не первый раз я замачиваю, чтобы появился яркий оттенок. Он как будто варится, так работает. Ну, и вот смотрим эффект. Эффект такой. Штаны, которые я даже не хотела выставлять, чистые. Полотенца яркие. Прям нету на них никаких пятен. Да, старенькие, но чистые. Футболочки. А где эта футболочка, которая уже вообще надежда? Смотрите, она беленькая какая. На которой вообще не было надежды никакой. Вот они все футболочки. Все носочки. Все чистенько. Уже не первый раз убеждаюсь, что чудо-средство бренд Фри. Вижу, привело мне все вещи в порядок. Ну, я очень довольна. Небольшая распаковка. Пока я хотела покасать распаковку, половину уже растащили. Ну, к примеру, печень. Заказывала я на Валборис пять баночек. Я часто заказываю. Как она была, печень? Чья она была? Сейчас скажу, чья. Печень. Печень трески. Очень хорошее качество. Обычные побольше баночки. Вчера маленькие пять баночек. И я приехала, Снежанка трындит. Мама, вся голова у меня пахнет этой печенью. Мне в школе сказали. В общем, они съели их все. Главное, чтобы на здоровье. Баночки маленькие, поэтому большие-то они не оселивали. Поэтому быстренько покажу, что у нас здесь есть. Ну, первое, что сыном и самого старшего, которому семь лет, самого большого, самому, которому больше всех внимания сейчас уделяется, готовим к выпускному. Выпускной у нас скоро. И у него галстук должен соответствовать платью девочки. Девочка прислала платье нам вот такое. Мы поехали с папой и сразу купили галстук. У девочки как раз, кстати, на платье даже будут не одним цветом, а будет вот как с переливом оно будет. Такой галстучек ему. Я сначала расстроилась, думала, придется в ателье лететь. Где взять такой галстучек? Захожу в магазин, представляете, ну, так примерно вспомнила, где видела много галстучков. А там именно он висит. Там разные отливы фиолетового. Ну, именно вот такой висит, который нам надо. Ну, наш парень к выпускному готов. Это галстучек. Так, сначала по вещам. Здесь у меня лежат, я сейчас даже открою. Это не реклама. Девочки, вот все, что рассказываю, свои распаковки, распаковки, это не реклама. Просто делюсь с вами тем, что мне именно понравилось или не понравилось. Ну, допустим, здесь вот взял чехол на диван. Ну, или некоторые дивандеки их называют. Потому что вот про эти уже написано было дивандеки, а про это было написано чехол. И вот этот вот чехол на диван, смотрите, какая ткань красивая. Она прям богато смотрится на диване. Она, посмотрите, какая... Он вот тоненький, вот этот вот. Я про него сейчас тоже расскажу. А этот прям такой толстенький. И здесь, видите, она не сползает вообще из дивана. Вообще не сползает. То есть так хорошо сидит. Пупырышечки такие. Да, ну они такие, да. То есть и когда я постелила первый раз вот эти, я уже сняла, чтобы вам показать. Снежана сказала, как красиво, мама. Но я не смогла найти на свой диван вот такие вот. Вот это идет 160, вот у кого диваны небольшие, как у нас, 160 на 90. 160 на 90, две состоит из двух штук. Вот она, вторая лежит, 160 на 90. Шикарная. Стоит 2115 на вал. Мне очень понравилось. Это лучше, чем покрывало. А оно постоянно слазит. Может быть, у кого детей нету, такой проблемы нет. А это вот постелил и никуда. То есть и там цвета разные совершенно. Мне очень понравились. Я начала искать на большой диван, но не нашла. А эти я, знаете, куда все-таки сейчас забрала все-таки в гостиную. Почему? У нас Моника, она по верхам, по дивану тоже ходит. Я туда стелю. Но оно тоже смотрится хорошо. Ну, то есть, вот, пока так. 2115 на вал Борис стоит чехол на диван. И часто у меня спрашивают, где взяли, покажите, где взяли. Давайте я буду в описании оставлять. Почему-то на ютуб сейчас ссылочки свал, Борис. А вот в телеграме. Я буду оставлять в телеграме. Ваня там свет мне выключил. В телеграме буду оставлять. Девочки, все, что покуплю за эту покупку, все сложу в одну эту. И покажу, где каждому свою ссылочку напишу. И такие дивандыки, я когда их увидела, сначала, когда забирать стала, я хотела их оставить. Они состоят, один, значит, два. Это большой, вот он, да? Один идет... Сейчас скажу, чтобы точно сказать, что у меня... Бывает, я забываю нечаянно. Сейчас. Так. Это мои покупки. Три штуки стоят 3085 рублей. Одна штука идет 210 на 90. И две штуки такие же 160 на 90. Ну, это у кого диван и два кресла, да? Отличная. Мне она на диван сама то. Меня Иван отговорил оставлять. Потому что вот если бы я их первые взяла, я, возможно, бы обрадовалась. Но я взяла первые вот те. И там вот настолько вот это вот мне понравилось. Вот оно смотрится богато на диване. Ну, а это блеска такого нету, конечно. По толщине. Здесь идет, видите, как сплошной. Никаких заплешин нету, ничего нету. А здесь как бы такой... Ну, вот такой вот он. Швы растягиваются. Но я так рассмотрела, он все равно хороший. Люди пишут, что им нравится. Вот я взяла тот просто первый. Я вчера постелила, мне очень понравилось. Позавчера. Да, вчера я в городе была. Целый день в Краснодаре не делала. Мне очень понравилось. Я вот посмотрела, как будет. Мне понравилось. Ну, конечно, не тот эффект, но лучше, чем с покрывалом. Толщина потоньше, чем тот. Вот, но тоже идут эти, прям почаще так. Тоже не слазить с дивана вообще. Ну, это маленькая, вот 160. Мне, конечно, она на диван вообще красота. Вот просто красота. А третья, я ее вот на спинку одеваю, чтобы Моника как раз, чтобы ходила она там. Она ходит везде. Она думает, что она и кошка, и птичка, и кто только она. Этот набор стоит подороже 3085 рублей. Но кто ищет именно вот такого качества, если диван маленький, прям советую вот такой. Ну, а если диван такой, как у нас большой, 2-10 надо. Ну, конечно, вот этот вот. Этот из двух частей, он пойдет на диван и на кресло, либо на угловой диван 160 на 160. Ну, а этот либо на большой угловой диван, либо просто диван и два кресла. То есть вот такие они. Цветом они, конечно, отличаются. Ну, такие. Так, это первое, что хотела показать. Ну, после переезда я все отвешивок отойти не могу. И дети опять говорят, у нас их нету. То есть им опять не хватает. Ну, зашла в магазин, 99 рублей, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штучек, и такие они, ну, довольно-таки хорошие. 99 рублей. Ну, я взяла две упаковки, 12 штучек. Вешалки нам. До носки накупиться не могла теперь вешалки. Посмотрела цены, почем покупала, уже просто не помню. Это идет репейный шампунь, это идет бальзам, а это маска для волос. Для чего я это взяла? У нас у Ульяны сильно лезут волосы. Очень сильно лезут. Ну, и совсем немножечко перхоти. Ну, хочу попробовать. Тоже там высказывания относительно разные, больше хороших. Я много что пересмотрела. Ну, хочу попробовать вот эту фирму, нашу, простую репейную. Репейный бальзам, репейная шампунь и репейная маска. Все оно стоит по 200 рублей, 214, 204 и 224. То есть цена не такая уж и дорогая. Ну, решила попробовать. Пойдет, не пойдет ей. Потому что что-то делать надо, волосы прям вот так спадают. Ну, у нее всегда так было. Сейчас вообще сильно. Так, дальше свалборис я хотела показать. Я вам никогда их не показывала. Ну, заказываю я, в принципе, их, наверное, ежемесячно. Это вот уже вскрытая пачка. Пять штук нету. По 10 штук их идет. Вот это серые. Обычно я черные заказывала. А это серые. И прям Иван их расхвалил. Эти носки. Говорит, очень удобно. Очень комфортно на ноге смотрятся. Это омса. Почем они стоят? Сейчас скажу. Так, это ванюшки маленькому. Я их уже сюда даже убрала. Тоже одни носки нашла для Ивана маленького. Вот прям отличные. Мне очень нравятся. Две пачки ему сегодня. Ой, тоже заказывала по 10 штук. Но уже их разобрала, убрала туда. Так, где же тут эти-то носочки твои? Так, так, так. Омса. 663 рубля стоит. 606. Сейчас 606. А я покупала за 663. 10 пар. Темно-серый. Ну, черный тоже покупала. А вот эти прям Иван расхваливает. Видать, они ему комфортно на ноге. То есть, мальчики им все равно, что носить. Они все подряд снашивают. А он, видать, понимает. И вот ему вот эти нравятся. Вот пачками покупаю. Ну, а также вот эти тоже, сказали, хорошие носки. 10 пар. Я покупала по 14. 413 рублей. Сейчас они 504 рубля. Я покупала упаковку. 41-й, 47-й размер. Они идут черный, белый, серый, темно-серый. Иван сказал, хорошие. Тоже хорошее качество. Ну, он особо такие не носит. Он больше все-таки вот этих валит. Носки. И он их носит. Но я показала все, что эти хорошие, эти. Качество неплохое. Носки мужские. Набор с принтом. Так, так же, что еще покажу. Алмазная мозаика. Вы уже видели в видео, что все дети, все занимаются алмазной мозаикой. А Ваня, маленький, сказал, тоже хочет. Вот я хочу открыть, посмотреть. Взяли ему алмазную мозаику. Только ее же надо долго собирать. Очень трепетно. Но он не сможет пока этого делать. Но знаете, что? Нашла, начала искать. Может быть, кого-то тоже заинтересует. Кто зашел? Я. Сыночка пришел. Все, давай, моя хорошая, раздевайся. Максим пришел. Смотрите, здесь идут такие... Ванина, мозаика пришла, Ванина. Мозаика вот эта. У вас же большие мозаики. А у него, видишь, какие будут... Динозавры. Да, он будет делать брелки. Вот такие брелочки. Разные вот это динозаврики. Он их все сделает. И кому захочет, тому подарит. А может быть, все оставит себе. Там бабочки есть. Все, все, все. Вот детям тоже же надо учиться делать алмазную мозаику. Такие брелочки, так называются. Сколько они стоили? Я сейчас скажу, кто-то еще идет. Ой, все собираются. Все собираются. Все, все собираются. А? Нам домашку не надо. Да ты че? Больше всех рада я. А чем? Что тебе домашку не задали? Да. Триста шестьдесят шесть рублей она всего стоит. Если детям... Мы заказывали такие большие. Пятьдесят на сорок. Ну, иди целоваться. Пятьдесят на сорок. Я в ушках. В ушках? Помахай, поздоровайся. Привет. Аню-то иди тоже здороваться. Я говорю, в ушках. Ты в школе ходила? Да. Разрешили? Да. Не ругали за эти ушки? Ой, беда. Найди поцелуй. Давай, дочь. То есть, триста шестьдесят шесть рублей. Восемь штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не поняла. Не поняла. А? Опять? Раз, два, три. А, вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Все. Это Иван-младший. Для него такая мозаика. Такую-то он должен, ну, хотя бы за два дня, за день собирать. Правильно? Если понравится, еще буду ему заказывать. Там разные есть. Такая алмазная. Брелки будет делать. Может, другу подарит. Может, еще. Что? У нас, это, мальчик сегодня Макарнову сломал. В школе? Да. Как? Он, они играли в мячик. Ему мальчик один взрослый поставил подножку, и он сломал. Да, вот такой несчастный случай бывает, поэтому я часто вам говорю, на батуте не баловаться или еще что-то. Ну, все, идите, переодевайтесь. Так, ну вот. Это для Ивана-младшего. Это такие кепки. У нас начинается сезон лета, сезон лагерей. Сезон теряния кепок. Сезон теряния кепок, сезон лагерей. Ну, и дома вообще. Это вот Анюта кепку выбрала, это Снежанка себе выбрала две кепки. Это ихние кепки. Вот Анюта. Это более скромная девочка, а это ведь все на себя готово. Вот сейчас в каких-то ушках пришла. Ну, не в каких-то, я ей их показала. Она их купила. У нее были свои деньги, которые мы ей давали. Она их накопила и купила себе. Вот так вот она накопила и купила. Так, ну и такие кепки. 199 рублей стоит вот это, а 300 рублей стоит вот это. Ну, эти тоже по 300 рублей. Сейчас посмотрю. 399 даже. У девочек кепки стоят 399 рублей. Так, дальше. Фотоальбом. Сейчас будут приходить фотоальбомы. У детей были маленькие фотоальбомы. Такие, такого формата. Как фотография, какой это формат. Туда вот одна фотография-то у нас. Ну, а 4... 4 на 16 это, да? В общем, ладно. В общем, мы забыли, какого формата там стоят. Сейчас я решила, что пора уже взрослые альбомы делать. Всем. И хочу, чтобы они сами. Буду им, ну, по крайней мере, такие, как Ульяна, Василиса. Снежанку Санюту еще контролировать надо будет. Парни тоже смогут. Сами они просто ничего не будут делать. Поэтому все-таки будет лежать в доступе, чтобы могла до них дойти я и они. Потому что я хоть что-то буду делать и туда всовывать. А они не будут ничего делать. Так, а может, и зря говорю. Вот Никита пришел и говорит, мам. Я ему говорю, Никит, может, тебе тоже алмазную мозаику взять? Я для всех купил, мы всем заказали. Он говорит, да. Я говорю, хоть в телефоне. Он и так целый день-то не лежит, но с четырех часов берут. Он говорит, да. Я говорю, что и будешь собирать? Да. Говорю, полностью? Да. И собирает. Ну, вот такой альбом. Так мне его неохота открывать пока. Не буду пока открывать, чтобы он не пачкался. Уже первый пришел. Там уже, смотрю, еще пришли. Такие фотоальбомы уже. Уже для более взрослой жизни. У них есть вот эти маленькие. То есть у детей были вот такие альбомы. Такие маленькие. Но они очень комфортные. Но захотелось вот такие вот красивые. Вот такие уже более красивые. Хотя это, наверное, может быть немножечко где-то лишнее. Или мой женский каприз, да. Можно было пять таких купить. Но хочется порой и красивые. Может быть какие-то именно им семейные фотографии туда окладывают. Или именно только где они. Вот будут решать сами. Девочки это будут решать сами. Алло. Здравствуйте. Ну, также заказали досточки для развития, для выжигания. Ну, тут зайки, мишки, совушка, мишка и кошечка. А эти две пачки, они более интересные. Уже Ваня маленький одну взял. Досточку. Машинка. Мотоцикл. Понятно, что нужно самим учиться рисовать. Но где-то можно и такое повыжигать. Машинка. Хочешь здесь рисунок делать. Мотоцикл. И еще машинка. Две пачки такие. То есть это уже детям для развития. Пусть они выжигают. Так, дальше. Что у нас еще было? Такие сумки. Две сумки. У нас начинается пора лагерей. Мальчишкам мы рюкзаки брали. Теперь надо девочкам. Это Снежана вот тебе выбрала черную. Она чуть-чуть поменьше, чем вот эта. А это Анютина, да, Анюта? На, бери свою. А это Анютина. Сюда отходи. Вот стой вот тут, доченька. Я смотрел ее и чемоданчики на колесиках. Но все-таки вот сумочками они все-таки поменьше. Не знаю, правильно сделала, нет. Все-таки чемоданчиком, ну так открываться будет. В общем, сумочки взяли. Удобно? Да, удобно. Пора лагерей началась у нас. Полторы тысячи. Тысяча пятьсот стоит одна сумка. Цена у них одинаковая. Что ты училась? Закрывай. Учись, учись. Это же твоя сумка. И ставь. Так вот стоишь вот. Раз куда-то приехала. Раз и стоишь вот так. Можно вот так, смотри. Раз взяла и пошла. Да. Надо будет. Да. Ну занимайся. Так, дальше. Фикс прайсы взяли. Фикс прайсы взяли такие. Такой набор. Вот оно. В том году Костя приехал только в лагерь. У него была большая бутылка шампуни. Он говорит, мам, вечером ее уже не было. Налью вот в эти пузыречки. Один достанет. В середине второй достанет. Да я думаю, ему и одного хватит на 20 дней. Ну, нальем два. И девочкам маленьким также. И Ульяне, и Василисе. Потому что в том году они у меня возят большие бутылки с собой. Весь отряд потом моется. В общем, так экономим мы. Так удобно на самом деле. Потом взяли вот такие крючки. Сейчас покажу. У меня есть вот такие кисточки. Вот это уже она такая. Уже она чистая. Но она уже не новая. Она железная. Вот вторая пришла такая. Тоже. Очень удобная. Но вот это очень. Эту еще не пробовала. Вот это очень удобная кисточка. Тоже с Валбарис. Мы ее заказывали. Очень удобно. Чистить стены. Мыть тарелки. Мыть кастрюли. В кастрюлю кипятка набрал и чистишь. То есть, особенно если у кого-то аллергия на руках. Даже не надо брать вот эту железную штучку и тереть. Вот она это и есть. Взял и помыл. А эта кисточка у меня для... Она тоже уже не новая. Для фруктов. Мне очень нравится. Замочила яблоки в тазик, налила и хорошо везде, везде помыла. Мне очень она нравится. Она вроде бы такая, но она очень удобная в использовании. Вот еще одна пришла. Запасная. Это пока не надо. Это пришла запасная. Мне нравится. Вот особенно, может быть, у кого-то аллергия. Часто встречаешь, что у женщины аллергия. Очень удобно ей. Очень, очень прям хорошая. Ну, также взяли для папы тушенку. Папа у нас уезжает на пасеки сейчас. Взяла тушенку, открыла. Вот она. Уже ее разломала. Почему? Потому что у нас пропал звук. Но она лежала... Печенка... Ой, тушенка премиум. Говядина. Нет никаких таких жил. Нет много жира. Обратите внимание. И запах приятный. То есть такой довольно-таки приятный запах. Сейчас я ее сварю в рожки и туда, как хоть суп есть, хоть как в детстве делали. Сделаю. Если детям понравится, потом скажу, если надо будет. Ну, вроде бы ничего. 9 баночек заказала. Посмотрю. Если Ивану понравится, надо будет потом... Еще понятно, что лучший кусок мяса. Но если ты стоишь в лесу, вне зоны досягаемости магазинов, то и тушенка будет вкусно кушаться. Тушенка белорусская. И также молоко. Еще придет сейчас такое вареное молоко. А это простое молоко. У нас кореновское вот хорошее. И вот это мне нравится. Рогачев. Тоже белорусская сгущёнка. Сгущённое молоко. Я же взяла вот эти штучки и побежала и забыла. Знаете, что это? Это крючочки я купила. Здесь снимается. Я еще не придумала, куда клеить. Как раз вот, чтобы вешать вот эти щетки. Ну, вот эта щетка клеится. А в те надо будет веревочку просовывать. Хорошо, точи. Я снимаю сейчас. А в те надо будет веревочки просовывать. И вижу. Сейчас, дети, сейчас с цветами вы купили хлеб? Молодцы. То есть таких их здесь, сколько их? Четыре штучки. Ну, буду думать, буду клеить. Некогда было думать. Ну, вот такая у нас сегодня распаковка. Сегодня я вам, в принципе, показала все, что знаю. Кроме вот этих крючков, кроме тушенки и кроме вот этих шампуней. И ту тушенку мы вам показали, как они выглядят. Очень мне из этого понравились оба пледа. Ну, или как еще их называют. Дивендеки называем. То есть тоже очень понравились. Носки очень, Ивану, вот эти серые носки. Говорит, прям нахваливает. Очень нравится. Подарок. Подарчик. Съездили мы с ним вчера в город, в Краснодар. Прошли мы там УЗИ. Посмотрели. УЗИ совершенно здоровое. УЗИ хорошее. Но нам порекомендовали сейчас пройти в нашей поликлинике, да, сына, анализы и приехать к нефрологу. Мы вчера были у уролога. Уролога говорит, что все хорошо. Но если какая-то мочекаменная болезнь, то надо лечиться. Поэтому сделаем мы еще такие шаги. Попробуем, поисследуемся. То есть мы завольны поездкой. Вчерашние. Ой, и Снежанка принесла. Она что принесла? Половину макси получила. Тащила пять булок. Пять булок хлеба тащила. Тащила возле загора. Не сломай карточку. Да. Ну а также перевели девочки. Даша с Москвы опять перевела роману 2000. И Никитке перевели 2000 рублей. Спасибо вам большое. И парни заказали такие, как называется? Полурбанки. Громко скажи. Полурбанки. Полурбанки. То есть зарядка, дополнительная батарея к телефону. Вот я вчера поехала, мне папа такую свою дал. И мы поехали в Краснодар и уже в конце с Максимом подключили. То есть парни хотят, чтобы у них телефоны не садились никогда. Спасибо вам большое. То есть это хорошие подарки для них. Ну они сами выбрали. Я сказала, что будете, и они сказали, вот эти банки. День прошел сегодня на ура. У нас приподнятое настроение. Вот меня один день вчера не было, и мы друг по другу соскучились. Я захотела идти поливать. Парней с собой попросила. С нами пошла Ульяна, Анюта, Ваня, Максим и Костя. Хотя Максим и Костя собрались бежать на поле. Они прибежали с футбольного поля, чтобы покушать. Но пошли с нами. Дети пошли. То есть им же надо с нами. Ваня делает вид, что травку рвет. Уже по окученной картошке идут, вырывают травку. Земля вся полопалась от сухости. Хотя позавчера поливали картошку. Вчера не поливали. Но ничего. Это было всегда так. Вообще передают, что скоро в ближайшее время будут дожди. Горох растет. Чеснок растет. Большой. Что-то его в этом году никто не кушает. И мы все вместе, мальчишки, я до этого полила клубнику. И сейчас, мальчики, у меня три дня на жаре стояла, настаивалась крапива в воде. Поквасилась. И сейчас мы этой подкормкой поливаем клубничку. Да, сегодня только клубничку поливали. Рома помогает. Вообще дети молодцы, конечно. Их не надо. Может быть, не всегда проявят инициативу сразу. Но зато, если позовешь, никогда не скажут. Я не хочу, я не буду. Или еще что-то. Идут и с удовольствием помогают. Спасибо всем, что были с нами. Пора заканчивать видео. Спасибо за пальчики вверх. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok